Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». Русские идут в Голландию. Но это, надо сказать, что значительная часть вот этой вот составляющей, такой привлекательной, популярной, острой в моих выступлениях, благодаря Егору Николаевичу, конечно, потому что сам бы я не придумал такое название, я бы назвал там как-нибудь свое выступление, что-нибудь такое, знаете, академическое к вопросу о голландской экспедиции. Но спасибо, что Егор Николаевич очень вносит такую струю остроты и популярности в хорошем смысле этого слова. Итак, напомню, что в 90-х годах XVIII века сложилась вторая антифранцузская коалиция, потому что первая уже к этому времени распалась. Естественно, что стержнем этой коалиции была Великобритания, которая была принципиальным соперником Франции на морях. И вокруг Великобритании выстраивается еще ряд европейских государств, в числе которых оказалась и Россия, и они планируют очередной поход против революционной Франции. Но наученные горьким опытом первой антифранцузской коалиции, вторая коалиция не решилась нанести удар в сердце революционной Франции, двинуться на Париж. А надо сказать, что именно этот план предлагал в свое время в 1795 году Суворов, и именно этот план в 1814 году завершился победой союзников над Наполеоном. То есть изначально был принят план такого удушения, ну или кусания революционной Франции за хвостом, за лапы, но не смертельного удара, и сам план стратегически был нехорош. В рамках этого плана Суворов оказался в Италии, потом в Швейцарии, корпус римского Корсакова оказался в Швейцарии, ну а еще один русский корпус оказался в Голландии. Ну и одновременно мы помним, что эскадра Ушакова оказалась в Средиземном море, там взяла Корфу, знаменитый эпизод, но экспедиция голландская оказалась в тени, в общем, вполне заслуженно, потому что особой славы русские войска там не стяжали, но поскольку любой эпизод истории интересен и в чем-то поучителен, уместно будет сегодня посвятить этому некоторое время этой экспедиции. Основными действующими лицами были англичане и русские. Здесь на слайде вы видите русского и британского солдат этой эпохи, в очень узнаваемой павловской форме русский солдат, но британская форма, может быть, не очень узнаваемая, но тоже вполне характерная. Кстати, видно, насколько по покрою она идентична, и когда мы говорим о том, что павловская форма вызвала недовольство, у ряда офицеров русской армии надо понимать, что недовольство вызвало не то, что вызвало бы недовольство у современного человека, типа пудренной прически. Недовольство вызвал немодный покрой, который отставал примерно на 20 лет от моды, но и понятно, что молодым людям хотело чего-то остромодного. Потом придет новый молодой император Александр I и введет остромодный мундир фрачного покроя, все будут полностью удовлетворены. Тех, кого спрашивали, конечно, потому что солдат об этом никто не спрашивал. И действия развернулись в Северной Голландии. Идея заключалась в том, чтобы высадиться на довольно узком мысу, на котором будет трудно противодействовать высадке французам, которые находились в Голландии, и голландцам. Сама Голландия в тот момент называлась не Голландией, а Батавской республикой. Она была дочерней республикой революционной Франции. И затем наступать куда-то на юг. Надежда была еще и в том, что местное население поддержит это движение, потому что в Голландии была очень сложная политическая ситуация. Еще до Великой Французской революции там боролась партия патриотов и партия оранжистов. Патриоты были сторонниками абсолютизма. Извините, оранжисты были сторонниками абсолютизма, но патриоты были сторонниками свобод, но свободы эти тоже понимались по-разному. Но и в конце концов последняя редакция партии патриотов, она в общем-то поддержала революционную Францию. Но попытка революции патриотов в Голландии в 1787 году была подавлена прусскими войсками. И поэтому многие патриоты бежали во Францию, а потом вернулись вместе с французскими революционными войсками. И голландское общество было расколото. Голландский монарх Штатгальтер к этому времени бежал в Голландию. Господи, что ж я сегодня все... Бежал в Великобританию, конечно. И в конце концов план был классическим высадки для британцев. И вот здесь мы еще несколько раз будем возвращаться к этому моменту. Само представление о целях этой операции было разным у британского и русского как руководства, так и рядовых участников. Для русских была привычна война с решительными целями, движение куда-то в центр неприятельской страны, ну скажем, как это происходило на Балканах в русско-турецких войнах, разгром главной вражеской армии. А для англичан привычным способом боевых действий были всевозможные десанты. Причем десанты такое обоюдо острое оружие. Ведь даже самый успешный десант в конце концов приходится забрать с суши и увезти обратно куда-то на острова. И это дает основание любым противникам этого десанта сказать, что они его отразили доблестно. И разгромили эти войска, и трусливые англичане, поджав хвост, вынуждены были убраться на свои корабли. А с другой стороны, в Британии все эти события интерпретируются так, что победоносно высадились, всех побили, сделали все, что хотели, и с развернутыми знаменами ушли на свои корабли. Таким образом, и та сторона рада, и другая сторона тоже довольна, и всем очень хорошо. Но в русском обществе понимания логики десантной экспедиции и сейчас нет, и тогда, конечно, не было. Поэтому сам ход голландской экспедиции воспринимался как поражение с самого начала, как только она закончилась. Но пока еще она даже только началась. Британский флот и русская эскадра подошли к берегам Голландии, высадили десант. Но силы были примерно равны. Русские составляли значительную часть союзнического контингента, но меньшую. Все-таки британцев было несколько больше. Но это и понятно. Все-таки британцы, их остров находится гораздо ближе к месту высадки. И говоря о голландской экспедиции, я не могу не отметить, что довольно мало, можно сказать, почти нет работ на русском языке, посвященных этим событиям. Но вот Николай Георгиевич Рагулин в свое время выпустил целых две книжки, посвященные визуальному образу голландской экспедиции, а она породила удивительно много изображений. Потому что Голландия уже тогда была страной, где умели рисовать многие, и где печатная промышленность была хорошо развита. И для голландцев эти события имели очень большое значение. Поэтому они нарисовали много рисунков, сделали много гравюр. И буквально сотни изображений существуют, разных эпизодов голландской экспедиции, которые по-своему интересны, потому что любое изображение, любой источник является отражением реальности, а не самой реальностью. И ни в коем случае нельзя говорить о том, что какой-то источник у нас объективный, а какой-то субъективный, какой-то правильный, а какой-то неправильный. Все источники отражают реальность, искажая ее. И задача историка уже разобраться, в чем эти искажения заключаются. Ну вот, например, интересная гравюрка, изображающая высадку английских войск. Обратите внимание, на заднем плане нечто вроде понтонного моста, по которому британские солдаты с кораблей идут на берег. Но вообще это нечто неслыханное. То есть нигде, ни в связи с одной экспедицией 18-го или 19-го века десантной подобный прием не описывается. И в отношении голландской экспедиции письменные источники тоже молчат о таком сооружении. Возможно, что это фантазия художника. Но нельзя исключать, что это действительно такой оригинальный прием, который был применен британцами для высадки своих войск на сушу. Но русские, во всяком случае, по такому мосту на сушу не высаживались. Они высаживались со шлюпок. Вот здесь мы видим момент высадки. На первом плане три английских матроса с помощью треноги и веревки устанавливают полевую пушку на полевой лафет, потому что при высадке пушки выгружались в разобранном виде. Отдельно станина, колеса и сам ствол. И потом их собирали уже на берегу. Ну и центральным эпизодом этой кампании стала битва при Бергене. Но русские и британские войска вынуждены были наступать по довольно узким дамбам и перешейкам между различными водными пространствами, заливами, такими лагунами. Приходилось штурмовать французские и голландские позиции в лоб. Причем это делалось достаточно успешно зачастую. И в Берген первоначально русские войска ворвались. А именно они стояли во главе колонны. Но затем пришли в замешательство, французы нанесли контрудар. Генерал Герман, который командовал русскими войсками, попал в плен. И русские отступили. И вот этот эпизод вызвал огромную полемику между союзниками и во время экспедиции, и после. Естественно, что каждый обвинял другого в том, что Берген взять не удалось. Ну и у нас существует довольно много британских воспоминаний об этой экспедиции. Русских поменьше. И вот, например, один из офицеров британских Банбери писал о штурме Бергена. Еще не рассвело, а наша правая колонна стремительно атаковала позиции противника. Она состояла из 12 русских батальонов. За ними следовала бригада английской милиции Меннерса. Но это имеется в виду ополчение, а не регулярная армия. А затем 7-й легкий драгунский полк. Их возглавлял генерал Герман, солдат храбрый и волевой, но обладающий немногими качествами, присущими командиру такого ранга. Наступая по дороге, которая шла у подножия песчаных холмов, русские выдвинули вперед серьезные силы и сметали все на своем пути. Опустошили деревню Схорл. К этой деревне мы еще вернемся. И другие пункты без остановки и сожаления о своих значительных потерях, не обращая внимания на то, куда отступал выбитый имя неприятель. Вперед, 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 на Берген. Таким непрерывным маневром Герман за удивительно короткое время проделал путь от передовых позиций противника до окраин города, но дорога позади него была устлана мертвыми и ранеными. Солдаты в тылу бросились грабить деревни. Это мы еще вспомним тоже. И его колонна пришла к основной цели, измученной в плохом состоянии. Все вперед, вперед. Бесстрашная масса врывается в гущу французов и на несколько минут овладевает Бергеном. Если бы у них был резерв, свежий и в хорошем порядке, битва была бы выиграна. Но не было ничего, кроме разобщенной массы людей. Такие люди не могли предполагать победы над деятельными и умными французами на их же собственной территории. Помимо собственного резерва противника, все те, кто был отброшен русскими с позиций, все выбитые из деревень, бросились к песчаным холмам и теперь толпились над правым флангом запутавшейся колонны Германа. Открытые сильнейшему огню из каждого угла, русские ничего уже не могли сделать. Они попали в безнадежное положение. Генералы Герман и Чичагов были взяты в плен. Чичагов это перепутал английский автор, адмирала с генералом, но ничего. И масса солдат отошла назад по дороге, по которой она наступала. Тем не менее, эти русские отчаянно оборонялись от своих преследователей и достигли деревни Схоурл, хотя она уже была объята пламенем пожара, устроенного имиджа. Здесь противник какое-то время сдерживался бригадой Мэннерса. При поддержке отрядов колонны генерала Дандаса, русские, стратив все боеприпасы, смогли отойти. Чуть дальше тот же Банбери пишет. Герман, который оставался в плену у французов, был, возможно, плохим генералом, но он был храбрым, рьяным и целеустремленным парнем. Его преемник командования русскими войсками, генерал Эссон, не обладавший большими военными способностями, был лжецом, интриганом и недолюбливал англичан. Ну, последнее, это правда. Ну, первое, это так уже от души сказано. С другой стороны, герцог Йоркский, это британский главнокомандующий, выказывал презрение и неприязнь по отношению к русским. Он высмеивал их за столом и говорил о них пренебрежительно, да еще делал это слишком громко. Ну, вот здесь, наверное, имеет смысл сказать о... Вот здесь у нас битва при Бергене в еще одном варианте. Вот у нас взятие в плен генерала Германа. А, кстати, форма относительно неплохо показана у участников сторон. Это, кстати, первый сигнал того, что художник хоть что-то видел и хоть где-то был. Потому что если серьезные ляпы в области формы, это значит, что художник фантазировал. Еще один вариант пленения Германа. Но здесь уже нет оснований полагать, что он был придавлен упавшей лошадью. Это просто красивый такой поворот фигур художника привлек. Ну, а теперь несколько слов о командном составе. Кто же были эти люди? Ну, формально командующим экспедиции был герцог Йоркский и Олбани Фредерик. Второй сын британского короля Георга III. Человек, который одно время был наследником престола, потому что у его старшего брата, будущего Георга IV, детей не было. Но он не дождался. Короны умер раньше. Но, как все дети Георга III, он был необуздан в желаниях своих и отличался крайней тягой к выпивке и женщинам, а также к деланию долгов. И это очень сильно подмочило репутацию королевской семьи. Там все братья были прямо на подбор. Такие красавцы и гусары. Но еще Фредерик отличился тем, что, когда ему было 6 месяцев от роду, он был назначен епископом Оснобрюкским, но в рамках феодальных владений британского короля на континенте. И в наши дни он включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой христианский епископ в истории. Но при этом он, конечно, кое-чему учился. Он одно время был при дворе Фридриха II, кстати, женат был на его племяннице. И он был, возможно, что-то там знал про военное дело. Дважды командовал в военных кампаниях против Франции в 1793-1994 и в 1799 годах. Но оба раза английские войска отступили. Но затем он был главнокомандующим британской армии. И говорят, что он действительно боролся со злоупотреблением, был неплохим администратором. Но вот эта его тяга к невоздержанной жизни, она очень сильно подмочила его репутацию. Фактическим командующим британскими, ну и в целом войсками экспедиции, был британский генерал Абер Кромби. Но он был уже человеком весьма пожилым. Ему было около 60, по тем временам это совсем преклонный возраст. Но он такой был бодрый человек, воевавший еще в Семилетнюю войну. Член парламента, кстати, поддержавший отделение североамериканских колоний, в связи с этим вышедший в отставку, потом вернувшийся на военную службу во время войны с революционной Францией. И погиб Абер Кромби доблестно. После голландской экспедиции его послали отвоевывать Египет у французов. И во время битвы при Канопе он получил пулю в бедро и от гангрены умер. Ну такая достойная смерть боевого генерала. Что касается русского главнокомандующего Ивана Ивановича Германа фон Ферзена, он был саксонцем и поступил при Екатерине на русскую службу как картограф. Но и проделал очень большие работы по картографированию России, участвовал в целом ряде конфликтов в русско-турецких войнах, в подавлении Пугачевского восстания. Но в те времена служба картографов считалась отраслью службы генерального штаба. И считалось, что как-то Герман приобрел репутацию еще и стратега на фоне рисования карт. Но это все-таки разные вещи. Павел I почему-то очень полюбил Германа, но у него была такая манера влюбляться в людей каких-то на короткое время, потом их отвергать. И Герман ни много ни мало мог быть назначен начальником штаба Суворова, причем с формулировкой, чтобы умерять порывы Суворова. Но, к счастью, Суворову удалось от Германа избавиться, и его назначили в Голландию, а первоначально голландской экспедиции должен был командовать Михаил Иларионович Кутузов. Но Кутузову тоже, наверное, повезло, что Павел изменил свое мнение, и имя Кутузова оказалось не связано с голландской экспедицией. Ну а с французской стороны командовал маршал Брюн, тогда еще не маршал, тогда еще дивизионный генерал, типичный такой французский революционный генерал, адвокат, который поступил в национальную гвардию, сразу же был избран подполковником, внезапно оказался талантливым военным, и он был еще и твердым республиканцем. Он поддержал Наполеона поначалу и был активным участником переворота 18-го Брюмера, но потом он стал все более и более скептически относиться к Наполеону, хотя и в первом заходе получил от него ранг маршала. Но в 1807 году был отправлен в отставку и до 14-го года, до 15-го, точнее, года в боевых действиях участия не принимал. И только во время 100 дней он стал на сторону Наполеона, хотя его и пытались обласкать бурбоны, но, видимо, он решил, что это принципиальный момент выбора между бурбонами и революцией, ну и хотя бы ее наследниками. И в итоге после поражения Наполеона в ходе 100 дней он был убит монархистами на юге Франции, где развернулся такой террор и убийство офицеров Наполеоновской армии. Ну а голландской армией командовал генерал Данделс, тоже адвокат, кстати, который был патриотом голландским, бежал во Францию после поражения Голландской революции, и там вступил его в французскую армию, затем был в армии Батавской республики, потом Голландского королевства, когда Наполеон присоединил Голландию к Франции в 1810 году, Данделс стал дивизионным генералом французской армии и командовал 26-й пехотной дивизией в походе на Москву Наполеона. Причем Данделс находился в тылу, и именно его дивизия обеспечила прорыв французов на Березине, ну или остатков французской армии, то есть можно сказать, что Данделс со своими войсками спас Наполеона, но когда наступили 100 дней, он оказался на службе уже у нового голландского королевства и был комендантом главной квартиры герцога Виллингтона и голландского командования, участвовал в битве при Ватерлоу с той стороны, но потом в Голландии он не усидел, потому что его заслали в африканские колонии Голландии, испугавшись его политического веса, и там он умер от малярии. Но, как видите, все люди были с бурными биографиями, особенно вот с французской и голландской стороны, прямо революция, ну, собственно, любая революция, она подразумевает то, что биографии людей становятся очень бурными. Вот здесь портреты Брюна и Данделса, ну, Данделс во французском мундире уже изображен, в генеральском времен Наполеона. Но при этом у нас были и люди, второго эшелона участники экспедиции, биографии которых тоже были потрясающими. Ну, вот мы выбрали трех всего людей с русской стороны. Скажем, Николай Иванович Шишуков, адмирал, командовал одним из кораблей во время голландской экспедиции, но портрета его нет, это нормальная история, потому что заказать свой портрет могли немногие. И Шишуков участвовал во всех войнах России. Екатеринского времени на море, отличился во время русско-шведской войны 88-90-го года, участвовал в голландской экспедиции, ну, а потом он же будет командовать отрядом канонерских лодок в 1812 году в районе Риги, а гарнизоном Риги при этом будет командовать генерал Эссен, который сменил Германа в голландской экспедиции, и Шишуков будет очень успешно руководить русскими небольшими прибрежными судами и бороться против пруссаков, которые в тот момент были на стороне Франции. Ну, а, например, Егор или Джордж Егор Егорович Тетт, английский офицер, ну, ирландец по происхождению, англичане сейчас очень любят указывать, что он шотландец, ирландец, там это сейчас вот прямо важно в рамках повестки. Но Тетт, ну, он, может, даже был американец, потому что детство прошло как раз в американских колониях Великобритании. Он поступил на русскую службу во время архипелагской экспедиции, прижился на русской службе и участвовал уже во всех войнах, которые вела Россия, не командовал русскими эскадрами и в 99-м году во время голландской экспедиции, потом в 1814 году, когда русская эскадра вместе с англичанами снова блокировала голландское побережье. При этом он дважды оказывался в ссылке, когда всех английских офицеров убирали с флота, сначала, когда Павел собирался объявить войну Англии, а потом, когда в 1817-1812 году у нас была война с англичанами, Тетт жил в Москве, так же, как другие английские офицеры, потому что боялись, что они как-то будут действовать в пользу своей родины. Ну и, наконец, Дубянский, который прожил жизнь обычного офицера и дворянина эпохи, он немного послужил в армии, но, правда, дошел до полковника, потому что его дедушка был духовником Екатерины II. На Леониде и такого дедушке карьера, конечно, была очень облегчена. И он участвовал в голландской экспедиции, попал в плен к французам, потом вернулся, вышел в отставку. В 1812 году командовал дружиной ополчения петербургского, одной из дружин, и дошел до Данцига, причем заработал множество орденов, что для ополченского офицера было не характерно. То есть имеется в виду не потому, что они плохо воевали, а потому что им скупо давали награды. Но Дубянский, видимо, совершил такие подвиги, что он был хорошо награжден. И самое главное, что он написал воспоминания о голландской экспедиции. Это были первые и единственные русские, большие по объему воспоминания о голландской экспедиции, опубликованные уже в 20-е годы XIX века. В журнале «Сын Отечества» это действительно важный памятник и развития литературы русской пушкинской эпохи, и мемуаристики этой эпохи. Еще одним сражением голландской экспедиции стала битва при Кастрикуме. То есть видны такие сцены с конниками, такие кавалерийские схватки. Они были скорее исключением, потому что англичане решили, что при перевозке войск, зачем нужны лошади и обоз? Вообще непонятно, зачем. Поэтому высадившиеся войска таскали пушки на руках, а большая часть кавалерии действовала в пешем строю. И сохранились письма такого английского капитана Попхэма, который отвечал за перевозку русских войск, который пишет, что русские настоящие варвары зачем-то приехали в Ригу садиться на корабли с какими-то телегами. Ну, безобразие полное. Я никаких телег не взял, сказал, что все это не нужно. Но и палатки даже англичане не привезли, а лето выдалось и начало осени очень дождливое. Поэтому русские и английские войска в Голландии оказались в крайне тяжелом положении в плане просто бытовом, потому что и есть было нечего, и укрыться от дождя было негде. Вот еще одно изображение битвы при Кастрикуме. А это уже отступление английских и русских войск. К октябрю стало понятно, что больших успехов добиться не удалось. И герцог Йоркский подписал капитуляцию. Но капитуляция до 1945 года означала соглашение о сдаче войск на определенных условиях. Просто мы привыкли к термину безоговорочная капитуляция. Речь шла о том, что будет заключено перемирие, французы не будут мешать русским и англичанам садиться на корабли. Англичане и русские вернут всех французских и голландских пленных и спокойно уйдут из Голландии. А русские и британские пленные у французов в плену останутся. Ну и посадка обратная на корабли прошла вполне себе мирно и спокойно. Ну и вот здесь еще один эпизод, связанный с деревней Схорл. Или Схурл, там по-разному ее. Я не владею голландским, поэтому не могу категорически утверждать, как правильно она называется. Это гравюра по рисунку голландского современника. Разграбление деревни Схорл русскими солдатами. Но сейчас там вопросики везде стоят уже. Это правильно, потому что русского там ничего нет, кроме знамени, которым размахивает человек, стоящий на вазу. На нем нарисован орел такой крупный, но это знамя не имеет ничего общего с реальными русскими знаменами того времени. А вот если мы присмотримся к деталям обмундирования, солдат на этой гравюре, вот здесь выделены нужные элементы. Солдат, который за волосы тащит какого-то бедного голландца. Он в характерной английской меховой гренадерской шапке, и у него на лацканах мундира петлицы, очень характерные для британской формы той эпохи. Вот здесь для сравнения британская шапка и мундир с петлицами показан. А русский гренадер рядом изображен, чтобы было понятно, что русские носили другие гренадерские шапки, и петлиц на лацканах у них не было. Так что на самом деле голландский художник изобразил разграбление деревни Схорл британскими солдатами, но зачем-то решил, что надо еще и русских тоже в этом обвинить и пририсовал флаг с двуглавым орлом. Ну а подводя итоги этой экспедиции, я бы сказал, что здесь мы сталкиваемся с конфликтом континентального и морского мышления. Если так вот широко прям брать, действительно вот эти все высадки, захват каких-то приморских крепостей для морского мышления, для морской логики ведения войны, это правильный ход событий. Кстати, самым главным успехом британского флота во время голландской экспедиции был захват остатков голландского флота, потому что часть флота уже захватили англичане в морском сражении, а во время высадки они захватили оставшиеся голландские корабли. Но этот захват был таким мирным, потому что офицеры голландского флота просто перешли на сторону англичан, будучи сторонниками штатгальтера, который бежал в Великобританию. И формально они сдались не англичанам, а собственному штатгальтеру. При этом англичане решили проблему голландского флота. Они очень боялись любого континентального флота, и ликвидация голландского флота окупила любые другие издержки голландской экспедиции в глазах британских политиков и британского общества. Для русских это все было какой-то странной, нелепой эскападой. Непонятно зачем, непонятно где высадились, потеряли кучу народа и обратно на корабли сели и уплыли. Что произошло, зачем все это было нужно, абсолютно непонятно. Но это действительно столкновение морской и сухопутной логики ведения войны и, шире сказать, логики вообще геополитической. Здесь представлена схема знаменитая мирового Хартленда, мировой суши, мирового океанической зоны. И в конце концов можно рассуждать об этом бесконечно, вплоть до сегодняшнего дня, о разной логике политиков российских и американских в контексте. Какого-то глобального противостояния. Ну и в конце концов в памяти голландской экспедиции все-таки сохранилось. В Голландии уже в конце XIX века был сооружен ряд памятных знаков. Ну а еще одно местечко, связанное с голландской экспедицией, это были острова Джернси и Гернси, британские у берегов Франции, куда были вывезены русские войска и где они провели зиму 1799-1800 года, и откуда они потом были возвращены в Россию. Но сохранились небольшие воспоминания жительниц острова Гернси, которые были очарованы русскими офицерами, и в их глубокую провинциальную скучную жизнь. Вот эти офицеры принесли остроту, какую-то жизнь, и слезы, и любовь, вероятно. Но, с другой стороны, есть рассказы о том, что русские солдаты выпили все масло из уличных фонарей на островах Двернси и Гернси. Но если бы фонари были спиртовые, я бы еще понял, что произошло. Это нормальная вообще история. Но масло, я что-то не слышал о том, чтобы русские солдаты были сторонниками диеты, связанной с употреблением масла внутрь. Но, во всяком случае, с песни слова не выкинешь, из источника точнее. Британские источники об этом повествуют. Ну, вот так закончилась эта экспедиция. И она стала одним из эпизодов истории, может быть, не самым славным, не самым широко известным, но эпизодом, который позволяет, в конце концов, кроме всяких глобальных выводов, просто дает повод нам с вами встретиться на очередном фестивале цифровой истории. А мне дает повод получить удовольствие выступить перед вами и рассказать эту историю. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл Борисович. Друзья, включите свет. Да сегодня что-то софиты какие-то такие мощные, прям не видно вообще ничего в зале. Это потому, что вы звезда, Кирилл Борисович. Да, так должен наоборот, Егор Николаевич. Тогда я должен лучи-то излучать, а не в меня. А вы излучаете, просто вам незаметно. А, я понял, хорошо, спасибо. Так, друзья мои, пока сейчас у нас будет сессия вопросов, пока поднимайте руки, а я задам один вопрос Кириллу Борисовичу. Вот такой момент. Вот все-таки провал атаки на Берген произошел из-за несогласованности английских и русских войск. Русские атаковали раньше, англичане предполагали, что это должно произойти позже, и потом, так сказать, англичане говорили, что все провалили русские, а русские говорили, что они уже Берген заняли, но вот подлые англичане их не поддержали, поэтому провал. И, в общем, так на эту экспедицию, точнее, конкретно на эту операцию в течение десятилетий смотрели в разных странах. А вопрос такой. Понятно, что история не знает со слагательного наклонения, но все-таки, если бы русские войска возглавил не генерал Герман, который там волевой, целеустремленный, но плохой командир, по мнению Банберия, а самый осторожный генерал из русских генералов Михаил Ларионович Кутузов. И как вы думаете, могла ли эта операция увенчаться успехом? Если бы она увенчалась успехом, то что произошло бы дальше? Ну, видите, я думаю, что основной проблемой было то, что в Нидерландах не возникло какого-то восстания антифранцузского. Англичане рассчитывали на это. И англичане несколько раз предпринимали в 90-е годы высадки на территории той же Франции, скажем, Британии, рассчитывая на более-менее массовое восстание местного населения. А оно не происходило. И поскольку этого восстания не произошло, то все равно силами того корпуса, который был высажен, который не сильно превосходил по численности французско-батавские войска, очистить Голландию от французов было невозможно. Даже если бы это произошло, то французы всегда могли перебросить сюда легко подкрепление и выбить этот англо-русский корпус из Голландии. На мой взгляд, единственной здоровой альтернативой всему этому был поход на Париж, причем поход с Рейна, то есть ровно по тому маршруту, по которому в 1814 году русская и австрийская армии до Парижа и добрались. Поэтому вряд ли у голландской экспедиции был бы какой-нибудь результат, который мог быть воспринят русским сознанием в рамках русской логики ведения войны как позитивный. А в рамках английской логики он уже был достигнут, потому что флот голландский был захвачен, и этого было достаточно. И все остальное, в общем, было просто маленьким эпизодиком. Хорошо, спасибо. Друзья, поднимайте руку. Так, пожалуйста, вот у нас из правой части портера есть вопросы? Пожалуйста. Спасибо за лекцию. Я вот такой вопрос хотел задать. В 1799 году русские воевали с Наполеоном, а через год Павел уже готов был объявить войну Англии и направить казаков Платова в Индию. Подскажите, не повлиял ли результат этот бесславный общего похода на такое решение? Безусловно. Спасибо за этот вопрос. Безусловно, Павел был глубоко разочарован. Вот здесь вот есть цитата, тоже очень хорошая, из Банбери. Следующее. Безумный царь в это время был на пике своей решимости разгромить французскую демократию. Он был готов послать своих московитов всюду и куда угодно, при условии, что другие правительства будут нести значительную долю расходов. Казалось, что Павел никогда не сомневался в превосходстве его грубых солдат над западноевропейским. Ну, простим, Банбери, всякие ругательства. Но разгром Корсакова, последующие бедствия Суворова, разочарование и недовольство армии, которая воссоединилась с англичанами в Северной Голландии, отпечатали в сознании Павла устойчивым убеждением, что он преданно скорблен, и союзники жестоко обошлись с ним. Но тут был еще один очень важный эпизод. Англичане не передали Мальту России. А обязательство о передаче Мальты России после освобождения ее от французов было прописано в союзном договоре. И, собственно, Павел во многом ввязался в эту историю ради Мальты, которая воспринималась как важнейшая военно-морская база в Средиземноморье на будущее, для борьбы против Турции, в частности. Поэтому у Павла были основания обижаться на англичан. И Наполеон... Ну, Павел вообще был не дурак, безусловно. И он первым, как считал Семен Бенцанович Окунь, такой известный наш профессор Ленинградского университета, написавший об этом довольно любопытные работы, он первым понял, что 18-я Брюмера – это конец французской революции. И что с Наполеоном уже можно договариваться, как с монархом он уже не является революционером, он уже является охранителем. И это открыло возможности для сближения России и Франции. Причем план похода в Индию был разработан Наполеоном. Это не плод безумия Павла Первого. Просто Павел Первый решил параллельно еще захватить Хиву и Бухару. Ну, что в конце концов было сделано. И казаки были посланы, строго говоря, не в Индию, а в Хиву и Бухару. Ну, это просто, чтобы два раза не вставать исключительно, вот из таких соображений. А так русско-французский отряд должен был высадиться на южном берегу Каспийского моря и двинуться пешком через Афганистан, через Кабул в Индию. И это предполагалось, что это будет довольно легко. Но предполагал это не Павел, а Наполеон, у которого уже был опыт египетского похода, между прочим. То есть это все было не такой уж химерой. Но дальше русское дворянство оказалось не готовым к такому повороту, потому что это означало прерывание торговых связей с Великобританией. И убийство Павла в определенной степени, не на 100%, но в определенной степени, стало следствием разрыва торговых связей с Великобританией, что ударило по карману многих важных людей в России. Спасибо большое. Друзья, на балконе у нас есть вопросы? Да, вот есть вопрос. Пожалуйста, передайте. Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что некоторые морские чины высокого уровня попали в плен. И вот мне очень интересно, каким образом они потом вернулись в Россию? А, видите, нет, я просто нечетко выразился. Дело в том, что Чичагов командовал отрядом русских кораблей, и Банбери просто случайно записал его в число генералов, попавших в плен. Из генералов русских попал в плен только Герман. И Чичагов здесь ни при чем. Это ошибка английского мемуариста. А русские солдаты и офицеры были возвращены Бонапартом демонстративно в рамках сближения с Павлом. То есть это не за выкуп, это просто... Нет, нет, это был такой жест благородный, который Павел оценил. Все, спасибо. Спасибо большое. Но вот там рядом молодой человек потянул руку, давайте восстановим справедливость. Спасибо, интересный был доклад. Мы узнали очередную, не очень известный этап нашей истории. Как я понимаю, англичане опять за чужой счет решили свои вопросы, захватив Голландский флот. У меня вопрос такой. Я не помню точно где. Вот вы говорили, что русский экспиритационный корпус, офицеры, проявили хорошее впечатление на англичан. Но я слышал, что у солдат были в это время, как раз они вели там ничинское существование. Насколько я прав? Да, я сейчас поясню насчет на свой счет, а мы не на свой счет. Тут надо быть аккуратным, потому что если считать деньги, то все это было за английский счет. И русская армия в Голландии целиком находилась на содержании англичан. То есть они заплатили Павлу Первому очень круглую сумму, причем за каждого солдата было заплачено в два с лишним раза больше, чем стоило содержание этого солдата на самом деле и его жалование. Таким образом, еще и Россия и получила прибыль от этого. Но это стандартный был вариант покупки войск англичанами у тех же немецких принцев. Так они постоянно делали, и с их точки зрения они заплатили за все честно. Что касается солдат на Двернсе и Гернсе, там не было инфраструктуры для размещения войск, а в Англии не был принят постой. Но постойная повинность, она не была вообще законодательно оформлена. Поэтому действительно положение русских войск поначалу было довольно плохим. Но оно было бы таким же, если бы на этом месте оказались бы и английские войска. Но и своими силами пришлось там строить какие-то бараки, как-то обустраивать свой быт. Но вот в этом я не вижу какой-то британской злокозненности, потому что есть еще традиция такая, ну вот англичанка гадит, там все англичане нас куда-то впутали, потом бросили. Это тоже такая, знаете, не очень добросовестная поза, потому что мы же сами согласились участвовать в этой экспедиции в конце концов за английские деньги. Это же не то, что нас заманили калачами, а потом там вообще ободрали как липку. Но трение между союзниками – это совершенно нормальная история. Они были, есть и будут всегда, и не надо здесь… И нужно просто сбавлять всегда обороты эмоциональные, которые прорываются в каком-то историческом нарративе, в каком-то тексте историческом. Спасибо большое. А вот там вот кто-то тянет руку, да? А вот извините, Игорь Николаевич, не буду вмешиваться. У нас очень много вопросов, значит, мы все жалуются. Друзья, вот там в амфитеатре есть желающие задать вопрос? Да, вот, уважаемые волонтеры, вот с правой стороны, да-да-да-да, человек с амфитеатра тянет руку. Давайте дадим ему возможность задать вопрос. Благодарю вас, хотел бы задать сразу блок вопросов. Правильно ли я понимаю? Нет, давайте не блок, а то до утра, понимаете? У нас там еще другие докладчики просто. Ладно, Игорь Николаевич, тогда я задам вопрос, который мне передал мой сосед. Правильно ли я понимаю, что ничего не было сказано про потери? Какие потери потерпели наши англичане? Да, потери, точно известно количество потерь русских войск, они потеряли 5000 человек, но проблема заключается в том, что мы не очень точно можем развести здесь убитых и пленных. И, строго говоря, вот до одного человека этих потерь мы не знаем. Но британские войска тоже понесли довольно серьезные потери. Что касается потерь французов и голландцев, то о них есть самое приблизительное впечатление, представление. Но, в общем, примерно треть русских солдат значилась отсутствующими, когда после высадки над Джернси и Гернси, после экспедиции войска были, воинские части были, ну, перекличка была произведена, и были потери учтены. Но из этой третьей часть, безусловно, находилась во французском плену. Но мне не попадались цифры о кольче численности возвратившихся пленных именно из числа, взятых в Голландии, потому что их дают единой цифрой и корпус Корсакова, и суворовских солдат пленных из Швейцарии, Италии, и из голландской экспедиции. Спасибо. Вот у нас есть из центрального сектора вопрос. Кирилл Борисович, спасибо за вашу лекцию. Скажите, а как отразилось на карьере участников голландской кампании вот данная неудача? Например, участники похода Суворова получили мощный импульс до последующего роста и участвовали в войнах 805 года и прочее. А вот до 2012 года, когда всех маломальски военнопригодных взяли в армию, как их судьба сложилась? Были ли они востребованы, или это стало черным пятном на их биографии? Спасибо. Это очень интересный вопрос, потому что тут у нас немножко разная логика. Вот современного человека, 20 века и начала 19 века. Вообще за и голландскую экспедицию, и суворовский поход в Швейцарию, и Италию, в общем-то никто ничем награжден не был. Потому что Павел отказался от традиции награждения солдат медалями за ту или иную военную кампанию. Ну а за голландскую экспедицию он вообще считал, что он бросился, как всегда, из одной крайности в другую. И того же генерала Германа, когда узнал, что он попал в плен, уволил со службы за дурной поступок, потому что обвинил его в том, что он провалил Штурмбергена. А потом англичане же Германа оправдывали, и Павел восстановил Германа на службе, как бы сняв с него это обвинение. С другой стороны, какого-то традиции выдвижения офицеров, например, с боевым опытом, в то время в общем-то не было в современном понимании этого слова, потому что было представление о том, что офицеры получают чины по старшинству. И если открывалась вакансия майорская, то брали капитана, который служил капитаном дольше всего, и его производили в майор. Но были исключительные случаи награждения чинами за заслуги, но они были довольно редкими. Поэтому служба и в русской армии, и в английской армии была очень рутинной, и, как бы сказать, выдвинуться, совершив какой-то подвиг, было очень сложно. Но во французской армии была более динамичная ситуация. Наполеон старался лично следить за генералитетом и кого-то выдвигать, но того же Брюна он позитивно оценил. С другой стороны, англичане позитивно оценили Аберкромбия, участие в этой экспедиции. С русской стороны, просто после смерти Павла было, видимо, велено, ну не то, что велено, а просто все это забыли, и Александра Первого все это не волновало. У него потом были новые компании, в которых он непосредственно участвовал. Поэтому я не могу сказать, что голландская экспедиция стала для кого-то трамплином или, наоборот, камнем, который утянул карьеру на дно. Друзья мои, последний вопрос из левого сектора, если у нас там есть. Кирилл Борисович, спасибо огромное за вашу лекцию. Хотел бы узнать, какая была все же конечная стратегическая цель русского командования в этой экспедиции, вот, допустим, после взятия Бергена, если бы удалось. Ну, видите, у русского командования не было своей стратегической цели, она была общая с англичанами. То есть идея была, конечно, освободить Нидерланды от французов, вернуть туда штат Гальтера и вернуть Нидерланды снова в статус союзника по антифранцузской коалиции. Но эта цель могла быть достигнута только в результате восстания на местах, ну или поддержки какой-то голландским населением, во всяком случае, какими-то кругами, близкими к власти. Эта идея была порочной в своем корне, потому что голландцы оказались неспособными, не желающими поддержать это вторжение. И в самой Голландии, судя по тем же изобразительным источникам, как раз волну патриотизма вызвало отражение этого вторжения, которое было воспринято как вторжение неприятеля, а голландские войска и французские воспринимались как защитники. Спасибо большое, Кирилл Борисович Назаренко. Спасибо, спасибо. Но я, пользуясь случаем, хочу анонсировать, что сейчас в процессе производства в серии «Цифровая история» у нас находится книга, посвященная голландской экспедиции. Там будет большой очерк Кирилла Борисовича, посвященный этой теме. И далее разные документы и материалы. Таким образом, воспоминания, цитаты из которых я сегодня приводил. Да, так что на следующем фестивале мы ее точно презентуем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова